Вести Карачаева Черкесия С 1 июля в России вступят в силу новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Граждане смогут выбирать между очным и заочным форматом медико-социальной экспертизы. А уже с 1 июня 2023 года появится возможность пройти ее дистанционно. Кроме того, с 2024 года у сотрудников Бюро медико-социальной экспертизы не будет доступа к персональным данным. Именно это должно сделать процедуру максимально независимой. А теперь об изменениях, которые затронут личные финансы граждан в июне. Минимальный размер оплаты труда и пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня уже проиндексированы на 10%. Кроме того, настолько же выросла сумма прожиточного минимума. Следовательно, увеличились пособия и выплаты, зависящие от его величины. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан страны в федеральном бюджете предусмотрели 500 миллиардов рублей. С 1 июня изменились и правила выплаты пенсии по случаю потери кормильца молодым людям от 18 лет и старше, которые закончили обучение в школе. Теперь пенсионный фонд автоматически будет продлевать им выплату пенсии до 1 сентября. Кроме того, члены семьи умершего кормильца признаются нетрудоспособными не только до достижения 18 лет, как это было раньше, а до 23 лет при условии обучения научной форме. Мониторинг предоставления туристических услуг проведут на курорта Карачаево-Черкесии. При выявлении нарушений законодательства жители могут быть привлечены к ответственности. Как отметил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев, в республике предоставляются разнообразные туристические услуги, в том числе авто- и мотоэкскурсии, прокат автомобилей и квадроциклов, конный прокат, а также аттракционы. Вместе с тем некоторые лица, предоставляющие данные услуги, не всегда действуют в рамках действующего законодательства. Глава региона Рашид Борисович Темрезов уделяет особое внимание предоставлению и качеству предоставления туристических услуг на территории. И самое важное, это аспект безопасности предоставления этих услуг. Ввиду чего, вот мы буквально недавно совместно с заинтересованными органами, как и власти нашей, так и правоохранительных органов, мы создали комиссию, был выезд на территорию поселка Архыз, проводили мониторинг, так сказать, предоставления этих услуг. Дело в том, что здесь нужно основной упор делать на систематизацию и правильное оказание услуг. Турист, обращающийся любой другой человек, он должен получать правильную услугу. Это должно подкрепляться договором, страховкой, всеми атрибутами и безопасности. И вот буквально скажу, недавно у нас в первом чтении принят закон об автомототуризме, который предполагает прохождение на автомототранспортных средств на специально отведенных туристских маршрутах, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Это будут маршруты паспортизированные. В принципе, мы сейчас активно этой работой занимаемся. Тогда свои плоды, значит, это правильное оказание услуг, это систематизация оказания услуг. Карачаево-Черкесия отправила очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и жителей освобожденных территорий. 19,5 тонн питьевой воды уже доставлены в Ростовскую область, откуда поступят в пункты временного размещения беженцев. Часть будет направлена на Донбасс и освобожденные территории. Гуманитарный груз передала администрация Базинского района. С начала специальной военной операции на Украине Карачаево-Черкесия направила более 145 тонн гуманитарной помощи в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих. Необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы для детишек из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Да, мы все знаем, что у нас на территории республики есть люди, прибывшие к нам из Луганской и Донецкой народных республик. И, безусловно, у них есть дети. И эти дети также входят в приоритетную категорию детей, которые нуждаются в отдыхе. И поэтому, как только к нам поступят заявления от родителей о том, что просим предоставить путевку в тот или иной лагерь, конечно же, Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики через органы муниципальных управлений образованием пойдет навстречу. И эти дети будут обеспечены путевками. Я хочу сказать, что с 5 июня у нас открывают свои смены, открывают свои двери. Загородные лагеря, такие как Селена, Гранд-Виктория, Жемчужина Кавказа и Адель. И они готовы принять уже детей. Поэтому добро пожаловать. Власти Карачаева-Черкесии почти на 100% обеспечили лесопожарные учреждения региона техникой для тушения пожаров благодаря нацпроекту «Экология». В частности, с 2019 года республика приобрела порядка 30 единиц лесопожарной техники. По федеральному проекту «Сохранение лесов» в текущем году в Карачаево-Черкесии приобретены три патрульных лесопожарных автомобиля, универсальный трактор и прицепной модуль цистерна. На сэкономленные при покупке техники средства в целях повышения работоспособности сотрудников лесопожарных формирований было приобретено специальное оборудование, в том числе радиостанции, пожарные рукава, эзервуары для воды и мотопомпы. В конце прошлой недели Черкесск присоединился к марафону зеленых действий. В рамках всероссийской акции «Марафон зеленых действий» сотрудники городской мэрии навели порядок на берегу реки Кубань в районе Псышского моста. Организатор мероприятия Министерства природных ресурсов и экологии республики выдал работникам коммунальных служб весь необходимый инвентарь, перчатки и мешки. Аналогичная акция прошла и на территории Урубского района в минувшую субботу. Ее участники провели мероприятия по уборке, благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования, очистке берегов, озер и рек. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Шкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений и проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще трех берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малый Зеленчук в ауле Адыгихабль. На полях республики завершается пассивная кампания. На сегодняшний день работы уже выполнены на 90%. В частности, ровые культуры засеяны на площади 76 тысяч гектаров. По данным регионального минсельхоза, всего в текущем году планируется засеять 86,5 тысяч гектаров. Кроме того, озимые культуры занимают почти 25 тысяч гектаров и на всей этой площади уже проведена подкормка растений. Достопримечательности Карачаево-Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая и наш регион. Причем для каждого субъекта выпущено 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтампа Аминат Шедакова. Более тысячи тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаевой-Черкесской республики. Также за Карачаевой-Черкесской республикой можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. В Урубском районе прошла сельскохозяйственная ярмарка, посвященная столетию Карачаевой-Черкесии. Порядка 50 товаропроизводителей республики представили свою продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%. По поручению руководителя региона, ярмарки пройдут во всех отдаленных населенных пунктах региона. Очередная состоится 9 июня в станице Исправной Зеленчукского района. В Карачаево-Черкесии в этом году будут модернизированы 15 почтовых отделений. На их базе появится Центр социальных услуг, что подразумевает расширение перечня услуг для граждан. Планируется открытие аптечных пунктов. Кроме того, почта получила разрешение и на доставку безрецептурных препаратов. А еще в данных почтовых отделениях начнут оказывать госуслуги по принципу МФЦ. В частности, создание и верификация профиля в системе, единая система идентификации и аутентификации на портале госуслуг. На базе Центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаевой Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаевой Черкесии открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу города Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии – 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9 до 18.00. Десять спортивных объектов откроют в разных уголках республики в этом году. Четыре новых фока распахнут свои двери в аулах Саратюзе-Учкулан, а также в селе Чапаевском и станице Зеленчукской. В Даусузе и Ударном построят спортивные площадки, а в Урупском районе появится площадка ГТО. Умная площадка появится и в микрорайоне Московском. Помимо этого, после масштабной реконструкции вновь заработают стадионы в Черкесске и Карачаевске. К тому же в регионе стартовал масштабный проект по строительству первого ледового дворца. Строительство обновленной детской школы искусств идет в Черкесске с опережением графика. В обновленной школе, в частности, появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места. Об этом рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равильтикеев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Жителей Карачаева Черкесии появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Наша республика попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована. Стартует она уже этим летом, комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи, в настоящее время имеет крайне важное значение ввиду того, что ее основная цель – это популяризация и развитие молодежного предпринимательства путем формирования и реализации комплекса МИР по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов, проектов из числа молодежи Карачаево-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаево-Черкесской республики. В столице Карачаево-Черкесии появится дополнительная концертная площадка. В колледже культуры и искусств сейчас идет капитальный ремонт, в том числе полностью обновляют актовый зал. Планируется, что там будут проводиться концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Об этом рассказал министр культуры республики Зурапа Гербов. Полностью обновлено будет оборудование, одежда, сцены, звуковое, акустическое. Все пространство здесь в актовом зале будет обновлено. Поменяли звукорежиссерскую рубку, поменяли полностью технику на сцене, для того, чтобы можно было здесь, пока у нас не будет достроен романтический театр, пока не закончится работа, и там в центре города проводить крупные серьезные мероприятия. Этот зал немножко меньше зала в ДК городском, который находится на улице Гутикулова. Но с учетом того, что мы в центре, уже в ближайшие месяцы это станет нашей центральной площадкой. Помимо актового зала ремонтируется полностью холл, фойе. Мы предусмотрели новый функционал. У нас будет возможность отгородить учебный процесс от концертного зала на время проведения мероприятий. Соответственно, мы и такой дополнительный функционал засделали. Житель Черкеска стал жертвой мошенников. 87-летнему пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что по вине его дочери некая девушка попала в автоаварию и находится в тяжелом состоянии. Чтобы его дочь не попала в тюрьму, нужно заплатить деньги. Под влиянием обмана пенсионер назвал адрес места жительства, куда приехали двое неизвестных мужчин, которым он передал денежные средства в размере 160 тысяч рублей. По данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. Главная республиканская телевышка, в ночное время переливающаяся всеми цветами радуги, встречает гостей региональной столицы, въезжающих в Черкесск со стороны Пятигорска. Ее высота порядка 150 метров, поэтому эту красоту видно невооруженным взглядом буквально со всех сторон. Но на какое-то время световое шоу было отключено. Оказалось, что подсветку отключили на время ремонтных работ, которые проводятся не чаще, чем раз в пять лет. Об этом рассказал главный инженер радиотелевизионного передающего центра республики Геннадий Масьенко. Модернизированная архитектурная подсветка позволяет за счет увеличения количества пикселей, позволяет выводить не только световые эффекты, как предыдущая подсветка, но и в динамике запускать надписи, более сложные, более динамичные картинки. Команда «Нарт» Черкеска в рамках седьмого тура чемпионата Ставропольского края по футболу у себя дома в республиканской столице одержала победу над командой «Иссентуки» со счетом 7-0. При этом Амин Шайлиев сделал хэт-трик и по голу забили также Амин Мамбетов, Эльдар Тхакохов, Астемир Абидов и Анзор Кошев. Следующий матч с командой Ставрополя «Динамо» МУОР пройдет 8 июня. В Черкесске прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе для тех, кому за 60. На спортивной площадке в парке культуры «Оддых» и «Зеленый остров» представители старшего поколения учили технике ходьбы со скандинавскими палками. Многие из участников мероприятия не первый год увлекаются этим видом физической активности, другие делали это впервые. И те, и другие с пользой и удовольствием провели время. Шесть золотых медалей привезли кикбэксера с первенства Новопавловска Ставропольского края, посвященного памяти заслуженного мастера спорта Елены Сабитовой. Региональную копилку наград пополнили Руслан Бахмудов, Дамир Бекиров, Денис Желудков, Арина Гончарова, Елена Апанасова и Александра Галатрибчук. Это все новости к этому часу, с ними я вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо. Или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!